Так, ребят, привет! Пришла посылочка мне с очень, наверное, полезной штукой, с альбомами для монет Украины. Давайте посмотрим. Просто здоровенный, просто здоровенные гляньки, здоровенная упаковка. Ох, ничего себе! Как настоящие, прямо в пластинке, вы знаете. Если сравнивать с теми листами под области, которые у меня есть в коллекции, давайте покажу, какие сейчас есть, то это прям очень-очень огромный. Вот у меня есть папка, на канале я делал обзор на эту папку, очень удобная, фирма или штурм. И вот так вот у меня выглядит коллекция областей, да, очень аккуратненько, сложено, все видно, легко переворачивается. То вот этот весь бумажный, картонный, вот эта папка, она просто прям, как вся папка, лишь тут по размеру. Смотрите, в ширину, конечно, мне очень, мне кажется, может быть, удобно хранить. Но давайте попробуем посмотреть, что тут у нас есть в ней. Я первым делал обзор на вот этот дизайн. Спасибо подписчикам, которые мне эту информацию прислали раньше всего, то есть за 3-4 месяца до появления вообще всего этого дела. Даже, может быть, больше, надо посмотреть. Что мы видим? Очень прикольная такая на ощупь, такая картонная упаковка. Действительно, так сделано довольно интересно. Так, с другой стороны у нас увидим Украины. Давайте посмотрим, как она достается. Вот так вот достается довольно легко. Ничего тут у нас как бы нету. Нет. И вот у нас, соответственно, наш альбом под областью. В принципе, довольно такой прям здоровенный, реально. Даже не попадает полностью у меня в кадр. Вот так мы открываем. Здесь у нас описание монет, описание серии, которая есть. Тут у нас изображены гербы областей. Довольно тоже красиво сделано. Ага. И что? И все. Такая вот какая-то штучка. Так, ну что? Чего-то супер особенного пока я не наблюдаю. То есть, просто папка с... Вот давайте сейчас посмотрим, как монеты в ней будут держаться. Кстати, что еще у нас? Получается, тут они не подписаны. Вот прям здесь нет подписи, что за монета. Это огромный минус. Раз. Второй момент. А почему оно не просвечивается? Как понять вторую сторону монеты? Подождите, ребята. Ну, тут у нас понятно. Вот Донецкая область. Тут у нас понятно, что гербы. А как посмотреть другую сторону данной монеты? Ну, это вообще не прикольно. Если в таком формате мы легко перевернули, посмотрели, там да, то как в таком листе? Ну, конечно, не прикольно. Вот сейчас попробуем посмотреть, как она держится. Вот, например, такая у нас есть монетка, посвященная Луганской области. Вот Луганская область. Здесь у нас третья. Вот, и можно посмотреть, где она у нас тут. Вот. Да, видите? 75 лет Луганской области. Номер 3. Ну, хорошо. Тут, видите, кстати, вот они пронумерованы. От 1 до 27. Пожалуйста, вот все есть. Ну, тут они тоже не пронумеруты. Вы можете раскладывать вообще как хотите. Ну, такое. И вот, например, мы ее хотим в пазик номер 3 разместить. Такая красивая монета. Тоже набирает в цене. За счет, конечно, тиража. Самые первые. Давайте ее размещать. Так, все. Разместили. Ну, что сказать так. Монета держится. Нормально. В ячейке она не выпадает. То есть, ячейка новая, не раздолбанная. То есть, туда-сюда монета не доставалась. Ну, хотя, если вы хотите посмотреть обратную сторону, вам надо бы, конечно, доставать ее. Может быть, при доставании туда-сюда ячейка будет такая, что не совсем будет держать эту монету. Так, ну что, видим мы. Ну, с одной стороны, вот это вот прикольно. То, что вот так вот сделали. Ну, блин, ребят, ну а как? Как увидеть другую сторону монеты? Ну, не продумано. Стоять. Альбом нормально стоит. То есть, его хорошо можно поставить. Он довольно-таки огромный. Ну, вот этот минус, конечно, такой. И неподписанного нет. Что еще можно прикольного сказать? Ну, втиснение есть довольно красиво напечатано. То есть, сама печать довольно качественно. Вот, гляньте, и обратная сторона. То есть, в плане дизайна вообще никаких претензий. Я, когда снимал первый ролик, это просто потрясающий, прикольный, интересный дизайн. Ну, в реализации, в реализации, ну, блин, ну, в чем, в чем, почему вот так вот непродуманные такие моменты? Так, давайте посмотрим, как оно еще раз у нас фиксируется. Тут ничего не написано, тут ничего не написано. То есть, оно у нас вот так вот фиксируется. Ну, в целом, если кому-то на презент, представьте, дарить такую вот большую красивую упаковку с областями, это шикарно выглядит. Вот оно действительно, как презентовать нашу, там, страну, презентовать наши области, какому-то, не знаю, чиновнику или какому-нибудь такому любителю-коррекционеру, будет шикарно. С точки зрения того, как реализовано это внутри, удобности использования, там, и так далее, наслаждения всеми странами монеты, это полностью провал. Это полностью провал. Удобность хранения тоже. Если дома у вас несколько коллекций, и вы хотите разложить, чтобы она у вас лежала, это тоже будет, ну, не очень. Давайте, например, сравним с таким вот частным изготовлением, да, Magic Money. Ребята, подписывайтесь на канал. Как он реализовал, да, с коллегами реализовали вот этот вот буклет. Он компактный, он сделан с двух сторон, можно смотреть на монеты, очень легко открывается, и по факту, если у вас их несколько, да, заполненных там монетами, вы себе их заполнили, они у вас лежат и ждут, либо кому-то подарить, либо продать, либо поменяться. Оно у вас компактно, легко хранится, посмотрите. Вот, кстати, вот такую вот папочку я разыгрываю на 15 тысяч, я разыграю. Ребята, даже с монетами, вот я говорил, посмотрите, пожалуйста, ссылка на конкурс в описании. Как только 15 тысяч наберется, разыграю, отправлю бесплатно. Вот, комфортно, удобно хранить. Вот эту штуку, ну, представьте, несколько, давайте я сейчас еще одну вам покажу. Я заказал их два варианта, вот спасибо большое подписчикам, которые вот присылают. Он-то заказал два варианта, ну вот, уже два занимают, ну, такое здоровенное пространство. А представьте, если вы хотите там сложить, чтобы кому-то там периодически дарить. Ну, где это просто-напросто хранить, неудобно, дома оно, ну, короче, не совсем продумано. То есть, для коллекционеров профессиональных я бы не советовал. Не советовал. Для подарков, презентаций, каких-то других таких моментов выглядит достойно, дорого. Ну, дорого, это бумажка, дорого. Сами ценные это монеты, которых в тираже 15 тысяч, 20, ну, и так далее. Да, у нас, конечно, те, которые монеты подальше, тиражи гораздо больше и, понятное дело, цена у них подешевле. То есть, самые маленькие тиражные, самые дорогие. То есть, ценность больше в монете, а не в том, как она хранится. Ну, то есть, для подарка я бы советовал. Ну, на сейчас я для коллекционеров рекомендую вот такой вот формат хранения областей. Ребята, то, что надо, хранится вот так. Конечно, дарить вот так, ну, не прикольно будет. Вот так вот, если кому-то презентуете, ну, не совсем солидно. Вот этот формат действительно поздравить с днем рождения и с каким-нибудь государственным праздником. То, что надо. Окей, друзья, спасибо, что подписались на мой канал. Следите за розыгрышами. И вот такой момент. Предложите мне вариант, как мы разыграем бесплатно вот такую вот коробку. Вот такую вот, к сожалению, без наполненности всеми монетами областей. Просто разыграем, чтобы какое задание можно было бы вам дать. Предложить какой-нибудь конкурс, чтобы было это весело, интересно. И я в следующем ролике анонсирую такой вот конкурс. И мы разыграем просто так для подписчиков. Я отправлен. Так что пока предлагайте идеи конкурсов, чтобы можно было спросить. А так заполню этот альбом. Будет стоять на полочке. Друзья, всем спасибо, кто посмотрел это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И жду ваших вариантов. Все, всем счастливо, пока.